доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала с вами россии и это рубрика геймплея летсплея на канале роли game онлайн ребятки сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием dungeons 3 я думаю всем это игра известно по второй части там где мы управляем коварным злом который строит подземелья всем раздает направо налево плеухи для того чтобы они работали быстрее в общем посмотрим с вами третью часть немножко поиграем не давайте сыграем битву жаль спускай будет битва обычно ничего убирать не будет потому что я не сильно в этом разбираюсь знаете как бы по старой игре руки помнят и соответственно сейчас будем разбираться в новой игре из нововведения которые здесь знаю может это не нововведение просто плохо запомнил старую версию здесь можно выводить своих существ наверх и соответственно при выводе их наверх можно управлять как в ртс кито есть выбираем всех левым щелчком мыши отправляем и всем валяем по башке но перед тем чтобы всем валять по башке нам конечно же нужно развить наше подземелье в общем управление здесь понятно через происходит через левую кнопку мышки соответственно и курсора мыши давайте сначала построим небольшую комнатку кто не знает или кто забыл но я думаю что в принципе все из нас когда-то в свое время играли в подземелье это храните подземелье ордена раньше называлась я думаю многие сталкивались практически все то есть мы с помощью наших публиков здесь они называются группы на соклики выстраиваем комнатки можем дать вещах примеру правой кнопкой мыши чтобы они быстрее этим занимались нам нужно построить здесь сокровищницу куда они будут эти копеечки складывать мы с помощью левой кнопки мыши эти копеечки можем пособирать в одну кучку все в общем здесь геймплей получается насколько я помню кстати у нас где-то есть жила золотая где-то где-то тут нужно быть давайте это все так вот выкопаем вот она золотая жила 15000 золота будем ее обсасывать в течение всего нашего видео то есть нам нужно построить сокровищника планета золото будет складывать нам нужно построить ферму если я не ошибаюсь на которой будут развиваться индюшки и существа наши которые у нас боевые существа они будут ходить горечески эту индюшку гавать то есть они должны быть сыты или нужно быть место где-нибудь спать в общем такой симулятор я даже не знаю симулятор кормления ордена и прочие дрянь и так у нас в общем есть три ресурсом это золото это мана и соответственно коварство коварство нас используют для исследований и для постройки определенных лимитов мана у нас для вызова и воскрешения существ из ада ну и также есть там у нас мертвяки всякие так далее но если честно я до этого не дошел и с этими не разбирался так вот в общем в нейтральных зданиях убираем давайте наверно построим такую огромную сокровищницу поставим чтоб наши хлопцы добывали эту жилу и соответственно недалеко таская золото все сразу все и складывали в этой сокровищи это будет проще всего чтобы не теряли время на проделаем давайте мы дадим оплюху чтобы он быстрее бежал увидите сразу за за заработок без хорошего пинка никто не хочет работать также вот у нас есть карта вне нашего подземелья скажем так то есть это насколько я понимаю три важных точки наших скажем так врагов которые за свет мы за тьму мы можем подниматься как в реалиях ртс навалять разбить и мы будем получать за это коварство то есть коварство вырабатывается с помощью вот этих точек которые находятся именно на поверхности это соответственно вход в наше подземелье он у нас уходится это чего такое комната героев это можно героев призывать вот наш вход то есть ответственно если враги будут заходить то они будут идти к нам вот таким вот макаром смотрите инструменты я если честно поиграл буквально одну миссию то есть так чисто чтобы с этим всем так сказать разобраться хотя бы примерно черное сердце как и в прошлых версиях игры это у нас представляется наша главная точка есть из черное сердце сердце разбивается то соответственно нас игра завершается нашим поражением и не могу понять почему пацаны не хотят работать с ним а плюхно даем быстрее было быстрее копайте все денежки пошли давайте с вами посмотрим меню исследования это находится в левом плывающем меню значит у нас есть разные ветки как мирная понимаю этого орда то есть связано с орками там ловушки там и так далее здесь у нас идет с демонами из-за меня случайно закрыл демоны и здесь с ледяными тварями типа а кладбище это зомбаки всякие и так далее ну давайте самое распространенное мы конечно же вы выучил с вами душинную ферму чтобы мы могли строить и давайте изучим схрон это для того чтобы мы могли призывать существ орды так пока ребятки копают давайте где-то сделаем еще небольшую комнатку наверное вот здесь конечно же я уверен что есть большинство тактик как правильно в эту игру нужно играть как правильно развиваться но я не настолько круто так давайте в исследование добавим немножко сопляков так у нас было немножко больше рабочих сейчас еще денежки подкопим 100 копеечек и еще лучше здесь примеру можно будет построить индушинную ферму где-то рядом можно будет построить через проход схрон для существ ордов поселим недалеко чтобы они могли когда по нужде ходить и соответственно хавать индюшатину есть быстрый выбор армии то есть открываем армию здесь у нас идет полностью весь наш перечень наших бойцов нажимаем f2 по умолчанию горячей клавиши или же левой кнопкой мышки и собираем всех сразу в руку скажем так и начинаем то есть и мы можем таким образом быстро перекинуть войска определенную точку куда нам нужно кстати вот к нам уже идет первый воин он будет честно захватывать скорее всего мы берем нашего героя талию подземелье ворвались враги мы сейчас его встретим правой кнопкой мышки мы талию опускаем не чтоб она не 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 мне подруга ты куда пошла сзади враг о пошел такой замес страшный я думаю она с ним разберется а если нет то на этом наша игра закончится к сожалению так золотая жила хорошая хорошая золотая жила мы тебя на потом оставим мы сейчас сделаем тогда вот так у нас тут тебя построим вокруг тебя как чё там талия убеждает или умирает все таки все талия разобралась с этим негодяем потом в принципе видите сложил ручки и талию немножко потрепал но думаю ничего страшного у нас еще есть семь минут которая будто нас нападать всякие герои со своим войском давайте начнем существа как вы видите мы можем пока из существ орды построить или нанять точнее или гоблина или орка орк это более массивный гоблина есть свое как бы своя фишка в том что во время стычки твои существа они предназначены самая последняя момент нападают то есть они как бы спать тяжко бьют и на них не обращают внимание вот мы раскопали логово драконов такое тоже случается мы потом с ними поделимся когда у нас будет войско для того чтобы у нас было войско давайте построим существ орды вот тут мы им сделаем комнату вот в этой комнате мы поставим наших хлопцев наверное хотя бы орка 45 возьмем талию и пойдем наваляем этим дракошам персонажи и воины здесь конечно накачаются чем больше у них уровень тем сильнее не становится и тем больше они берут плату за то что они нам служат здесь даже здесь есть бюрократия за тебя воюют но при этом ты должен платить просто так никто и воевать не будет так значит теперь мы можем возьмем примеру как вы видите каждый орк требует себе место для отдыха вот возьмем 5 орков сейчас наши пацаны быстренько им построят лежанки где они смогут отдыхать восстанавливать свое хп и теперь нам нужно будет обязательно в обязательном порядке сделать им какую-то небольшую индишинную ферму я не буду брать себе еду так давайте короче качнемся на дракошах для этого мы выбираем армию всех берем вот так вот в руку то есть мы взяли всех сразу и сбрасываем их сюда на замес вместе с талей чтоб они накромсали этих драконов я думаю мы обойдемся без потерь хотя мускак у нас может умереть мы его спасем это тоже у нас может умереть этого мы спасем так чтобы они потеряли таргет скажем так один дракоша упал остался еще один но мы сейчас его заколбасим быстро ну 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 все комната наша мы ее очистили пацаны сейчас пойдут отлеживаться соответственно восстанавливать себя в жизни так что-то у нас так мало денег мне кажется надо пацанам пораздавать плюс чтобы быстрее блин носили все посмотрите так давайте значит наверно еще в исследованиях подучим еще сопляков было больше мало денег ребята мало есть такие постройки которые требуют инструментов инструменты вырабатываются тоже опять же специальные комнаты ставится специальные заводы которые производятся инструменты но в принципе это и сделаем чуть позже кстати вот здесь вам можно поставить а что у нас появилась такая непроизвольная комнатка давайте посмотрим вот она мастерская тут мы построим и соответственно поставим заводик будет оттуда таскаться инструмент вращение там будут инструменты используют для установки ловушек дверей и прочего такой всей гряне встроенный ему комната героев наверно можно что заказывать я до этого не дошел поэтому говорить не буду так вот стройкомат ставится и здесь постоянно один из сопляков будет работать тем самым производить нам инструменты мастерской почему мы стоим что работы нету а ну работай быстро все сразу начали активно проявлять сейчас мы снимаем все идут за днями каждого типа 50 копеек взял кто-то за 28 то есть не знаю с какого принципа она рассчитывается но как-то рассчитывается так это все хорошо но нам теперь нужно построить где-то давайте можно где-то здесь делаем только проходе где сделаем ферму еще наверно сопляков подучим работники нам всегда нужны в нашем нелегком деле быстрее 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 и ты быстрее давать наши плюху приятно как они работают вот это что-то медленно там входит быстрее давай не помню можно ли подгонять давайте плюхи там можно но влияет ли это на наших пацанов как бы которая воюет ну на этих чубриков маленьких это все влияет так далеко не убегайте хлопцы сейчас мы тут еще сразу построим дешевую ферму турки между собой общаются вижу очень весело у нас осталось 100 копеек это очень плохо все дешевую ферму построили вперед работать идем работать что такое тут вам нечего делать да хорошо чтобы наверно было удобнее надо сделать следующим образом давайте здесь тоже построим скажем так схром для того чтобы они могли недалеко носить а здесь соответственно складывать кстати скоро будет нападение героев земель и ворвались враги видите как раз собираем нашуар на уже посерьезнее ребята идут вот так вот окружим их посмотрим что с этого выйдет ну тоже поболее пришло разобрались сразу качнулись аллах хочет есть на вас не осталось индюшек бывает что-то происходит интересно нажала ничего интересно там не вижу хочу яла хочет кушать нет индюшек вот пожалуйста вот игрушечку яла на тебе индюшку на индюшку вела конечно было бы неплохо нанять нах которая они лечат то есть это в принципе с ними и ворвались враги еще враги обалдеть так ладно когда делаем вот так всех кроме блин ялах оба не хотелось бы бросать ну ладно живи свою жизнь я думаю мы отобьемся без дела что-то не часто начали нападать на нас мускака тоже надо было спасти нам отлично качнули некоторые бойцы уже качнули в третий уровень мы отбились ялах отдыхают а у нас уже стало немножко больше денег давайте значит еще исследуем бойцов здесь у это у нас здесь можно больше существ найм сделать соответственно больше давайте исследуем ногу для нее кстати нужно было коварство которое у нас по умолчанию было 100 все остальное нужно уже зарабатывать наверху так значит давайте найдем себе пару на и еще одного ворка кстати вот ноги появились видите сразу начали лечить у нас уже такая более-менее небольшая армия есть уже в принципе можно выходить на улицу и давать пилюлей господам такая большая сокровищницы там здесь мало потому что слишком долго таскают наверное будет более правильнее сделать следующим образом давайте вот тут вот построим небольшую сокровищницу а вот это все мы короче просто удалим а так как будет лучше они сразу вокруг камня добывали и сразу здесь и складывали чтобы они насилий февзер куда быстрее 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 долго носить вот а там в округе что то можно будет построить уже немножко другое так что здесь мы можем исследовать караульня здесь вот можем воронку построить это чтобы демонов призывать давайте исследуем воронку построим ее кстати где-то здесь можно и поставить небольшую область скажем так у нас правда не сильно шибко много денег на строительство воронки ну ладно там мы сможем принимать демоны призывать демонов которые используют короче они сдалека валят юниты дальнего боя скажем так так для этого нам нужно увеличить количество существ если я не ошибаюсь хотя нам пока денег денег хватает пробуем нет все таки нам нужно увеличить количество максимальных существ для этого нужно надо выходить на улицу сейчас я вам покажу как это происходит и наверное на этом мы закончим с вами так значит выбираем всю нашу армию наводим на выход и зажимаем правую кнопку мыши тут уже у нас начинается ртс к выбираем их и шуруем с помощью правой кнопки мыши шуруем с ними по вверху то есть дальше уже в принципе ртс скиллы выбор так давайте сразу будем играть неофитом может я опять же делаю неправильно но я сначала постараюсь убивать набор набор забирать а потом уже обращать внимание на бритв идем начали забивать разбойник обалдеть разбойник с одного взмаха убил двух моих добил в общем у нас уже есть невосполнимые потери скажем так они почему-то на что без мы что почему перестали его лечить но увлечение начала лечить лечение действительно хоть кого-нибудь лечить так мы уже потеряли людей мы можем вернуться в подземелье быстренько их восстановить это были орки не знаю вот пару орков у нас есть правда не первого уровня слабоватенькие но ты куда бежит а там дезертир пошел замес оглядевшись вокруг копающиеся в нас узло решила что подземелье находится в отличном состоянии в нормальном среднем особенно если закрыть глаза вернуться и выключить у нас конфет нашли такой замес пошел мне не нравится это на нас налетели это ее отец сказать отчим который ставил ее на путь истинный на белый путь но она не захотела мы почему-то все сейчас стоим на месте мы можем двигаться так ладно и давайте захватим в общем эту хрень пока у нас еще кто-то живой остался думаю мы справимся хотя надо сначала в этих 100 пациентов сразу хилочка прошла в принципе две медузы обычно должны справляться если контролировать то они нормально все захватили это видео сразу поменялось на нас сразу мы получили аж целых 150 очков коварства плюс она постепенно регенерируется сама я думаю можно отправляться обратно в подземелье там наши пацаны смогут дыхавать подлечиться спокойном режиме ну соответственно мы уже дальше можем сделать какие-то улучшения то же самое примеру дополнительно двух существ призвать демонов точнее двух бесов построим порталы для них и у нас уже будут на службе два беса находиться который дальний бой ребятки ну это наверно все по этой игре то есть я немножко вам показал как это вообще все происходит вы посмотрели на новую игру вспомнили возможно старую всем спасибо за просмотр как раз сейчас заплатим всем жалования и на этом заканчиваем с вами был россия это был канал роли game онлайн обязательно ставьте пальцы вверх обязательно подписывайтесь на наш канал спасибо что вы с нами до скорых встреч и 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